солнышко прекрасная погода мы же в сочи живем да ребят на дачу приехали вот теперь мы можем показать те зрители которые помнят такая у нас маленькая травка была вот сейчас смотрите какая здоровая травище которую нужно сейчас будет нам стричь при помощи триммера здесь у нас полянка в принципе в пригодном состоянии ничего не изменилось но сзади дома естественно нужно сейчас тоже подстригать у нас по-прежнему кроме хурмы никакого урожая нету я так не соображаю в ней и кажется она уже готова можно уже будет собирать какая-то часть уже опадает вот жалко конечно у нас нет еще и мандаринов я думаю что наверное в следующем году мы обязательно посадим вот сейчас пойдем на другую сторону посмотрим как наш процесс выглядит там сегодня чего-нибудь обязательно на мангале но чего мы сегодня купили купаты будем жарить купаты вот здесь у нас что здесь тоже травка выросла из тоже надо будет часто наводить порядочек вот классно сейчас вот такая бусима была бы до конца декабря вот согласитесь но это юг поэтому здесь здорово вот в этом месте планировали следующем году немного выровнять поставить подпорную стенку и бахнуть здесь бассейн потому что реально здесь он нужен и причем летом его не нужно подогревать здесь как в других регионах поэтому многие дома в сочи строит и покупать земельные участки с учетом того что ну какие-то зоны отдыха барбекю там сауны кто-то отдельно строит у нас она уже внутри в доме есть зоны там костровые которые мы тоже там планируем мангальные так далее ну чтобы они были в общем такие вот дела оставайтесь на канале смотрите видео до конца дачные наши дела продолжаются несмотря на то что лето уже закончилось у нас она продолжается продолжается море да у тебя счет с цветочками все нормально до покажем розочки все огурцы у нас тут помидоры все они помидор еще остались помидорчики таких уже поливать по сути надо да они уже она она лежит а не упала помидорки сегодня мы взяли помидоры с тобой до купили а если забыл что у нас урожай это полно там уже у нас три года ребята наши славные племянники да чё получается нормально а ну и же электрически это не бензиновый да вот я это переверни смотри сколько на нем сейчас торчит лишь это надо все только рукой не надо сейчас он тебе будет зеленый от перчатки одеть перчатки сейчас тебе принесу так ну чё у нас тут по градусам ребят сейчас солнце сюда не попадает поэтому более четко 27 градусов примерно отлично погода вообще повезло нам сегодня где-то еще снег уже убирают до лопатами у нас тут розы бутончики скоро распустятся подстригли мою переднюю часть газончик очень даже симпатично все выглядит красиво интересно зимой как он будет расти зимой же тоже надо будет встречи убирать в теплые деньки будем заниматься все равно выходные дни будем приезжать и жить на даче так у нас сегодня приготовление не только что-то на мангале мы решили сделать кулинарные кулинарии что это но я хотел просто чтобы дети чуть поделали заставил меня делать печенье да короче это какое-то тесто на кефире сейчас мы его раскатаем но было просто белая по рецепту я туда добавила крошку горького шоколада и она стала такой в крапинку и потемнело ну а сейчас кое-какова потает она будет шоколадная общая сейчас моего раскатаем сформируем выпечу все же пойдем маме помогать давай вставать держи скалку раскатывай катай дави на нее не просто катай ты за ручки деревянные папа маленький был с бабушкой с мамой с моей до своей бабушкой ой сколько мы с ней чего вкусного только не делали печенье делали все делали раскатываем дальше что делаем тонкие потом дальше снимешь да ты как раз сейчас и будешь стаканчиком берем стаканчик не надо пожалуйста разговаривать так что всем и нам нужно вот такие кружочки на пельмени на вот так вот потом вот этот кружочек берем складываем вот так пополам и еще раз пополам и защипляем как пельмени ну вот так сахар обмакиваем получается такие бантики губки не так роза же да да и вот мы их будем укладывать у нас они не очень большие получаются я не знаю что они потом еще раздуется морки раздуется или же надо взять стакан побольше но в принципе маленький тоже да нормально и еще раз пополам так сахар его нужно окунуть все и на про выкладывает все сейчас наделаем полный противень до сколько получится потом духовочку и попробуем посмотрим а как ты хотел постараться ура давай вот у нас получился кипельмени так на 20 минут на 180 градусов как мы в рецепте прочитали понеслась идет к логическому завершению так ну чего тут уже хурму собрали да честь не делать честь не делать на это уже все видишь потекла течет да она уже переспела а вот эти но они должны полежать дайте или можно на дереве оставить это мягко и и просто есть но я ну и надо почистить она же не когда порежешь она нехорошим да попробуем дать на кусочек попробовать вкусно она не вяжет вообще в любом состоянии не вяжет к ним даже жесткая не вяжет смотри какая медовая а вы в курсе что из-за того что в израиле проблемы сейчас подорожали мандарины но только не у нас у нас они по 100 рублей а чё вкусная правда ты сорок лет и не ел говорю я не люблю я ее никогда особо не любил а здесь сочи и полюбил на знаете порезал помыл блин правда вкусная в тебя понравилось не вяжет ничего нормально так вот сейчас ходим и думаем где бы нам посадить мандарин вот думаю может быть вместо вот этого дерева непонятно чего но уже что-то не плодоносит особо от него толку нет и вот здесь еще мандаринки очень удобно и вкусная штука да нас вот эти вот до сих пор работать солнечных батарей это отпугивает змей надеюсь наверное все у нас должен был расти здесь виноград но что-то он заплохел и в этом году особо его и не было ладно что-нибудь новое до посадим так 20 минут вас прошло пойдем доставать у нас тесто шоколадно поэтому не очень понятно подрумянились они или но если бы они были без вот сейчас будем пробовать в принципе нормально я думаю что мы не будем дожидаться чтобы они подрумянились потому что они пересохнут лучше пусть они будут вот такие вот мы одно уже достали до раза ранее она видите немножечко такая мягенькая я думаю что лучше мы так оставим очень вкусно пока у нас девочки там отдыхает мы подготавливаем купаты решили то есть картошку на низ немножко лучка посолили картошку и уложили вот эти вот купаты ну и конечно купаты можно как жарить так и делать например в коптильне что мы сегодня и попробуем вот это у нас уже приготовлено все готово так процесс у нас одинаковый берем у щепу замоченную которую мы уже замочили глюшу может делать давай посыпать рассыпать потихонечку выгреби оттуда пойдем нормально нормально теперь маленькую решеточку на место вот хорошо у нас есть вот эти формы они мне очень понравились очень удобный например можно делать допустим с курица тут тут же мясо допустим ничего страшного все можно копить все вместе они тем более видите как сжимается давай ставь следующий еще сверху две штучки на камне сейчас будет по красоте все накрываем крышечкой и минут так на 40 ставим туда все поддержим огонь сильный огонь особо не нужен я думаю что получится очень даже вкусно так ну пока мы там готовим с ребятки там вовсю парятся тепло я чет сегодня пас так прошло у нас минут так 50 сейчас мы начнем смотреть конечно же они уже готовы и это только первый уровень давай перчатки вот это снимает прям сюда ставь надо да вот за эти что папа аккуратненько он туда вставь все и 2 вытаскивает то же самое ну-ка ну просто все идеально круто когда все наш субботний ой какой воскресный вечер продолжается всем приятного аппетита хорошего вам отдыха завтра еще один выходной да а потом всем арбайтом работать работать и еще раз работать увидимся в следующих видео подписывайтесь на наш канал удачи пока